Следующим соперником «Зенита» был московский «Спартак». Наверное, еще год назад во главе угла стояла бы эмоциональная составляющая поединка двух футбольных антагонистов. Сегодня же на первом месте был результат. «Зениту» для продолжения гонки с медалями нужна только победа. «Спартак» на финише чемпионата отчаянно сражается за поруганную честь красно-белого флага. «Зенит» руанул с места в карьер, и казалось, взятие ворот «Водица» Хаковалевски – это только вопрос времени. Спивак явно сильнее Павленко, Быстров переигрывает Кофнуна, а Кноплев с Денисовым очень активно противостоят сильной и опытной паре опорных полузащитников москвичей – Деменко, Ващук. «Спартак» хоть и отбивает первую начальность петербургцев, все-таки не может устоять против тотального прессинга в исполнении подобечных хвостемела Петержелы. Садится на свою половину поля и пропускает первый гол. «Аршайн» подается стандарта, «Тробак» делает эффектный пас на Быстрова, и тот от души прикладывается к мячу. «Зенит» пытается добить соперника, однако увлекается атакой и пропускает первый выпад в исполнении Титова. «Малафеев» на месте. Шквал «Зенитовских атак» в конце первого тайма не приносит результата, и уже только после перерыва наши забивают долгожданный второй гол. Подачу Андрея Аршавина замыкает Павел Мараш. Даже в такой ситуации «Спартак» доказал, что не разучился играть в быстрый и комбинационный футбол. Гости сокращают разницу в счете, гол на счету Пьяновича, и предлагают «Зениту» состязание в открытой игре. Петербуржцы принимают вызов, создают не меньше опасных моментов, чем москвичи. Могут пропустить после выпадов Калиниченко и Титова, но с тем же успехом в состоянии и увеличить преимущество в эпизодах с участием Александра Киржакова. Впрочем, для общей победы достаточно и этого счета. 2-1. И «Зенит» за пять туров до финиша поднимается на вторую строчку в турнирной таблице. Мы сегодня опять играли хорошо впереди. Ну и мы могли в первом тайме забить. Да, я мог забить. Павел. Да, я думал, что мы могли выиграть больше. Игра была очень тяжелая. И, наверное, по первому тайму все равно трудно было дать кому-то предпочтение. Но моментов все равно больше у «Зенита» было. Именно голевых моментов. Поэтому мы и выиграли.